Губернатор Дмитрий Демешин провел бизнес-завтрак с руководителями предприятий горнодобывающей промышленности и лесопромышленного комплекса Хабаровского края. «Мы достаточно много думаем, как развивать наши ключевые направления для Дальнего Востока и для Хабаровского края. Это добыча недр горнодобывающего дела и обработка леса. Мы обеспечены на то, чтобы развивать нашу страну. Поэтому очень важно, чтобы мы действительно научились это делать», – отметил Дмитрий Демешин в начале встречи. Губернатор добавил, что государство осмысленно запретило экспорт круглого леса. Необходимо увеличить долю внутреннего потребления древесины. В этом направлении необходимо развивать на территории края деревянное домостроение. Строить не только жилые дома, но и административные социальные объекты из экологических материалов. То же самое по горному делу. «Абсолютно убежден, что отрасль будет развиваться, если мы будем не только добывать наши недры, но и делать продукции с добавленной стоимостью», – подчеркнул Дмитрий Демешин. С руководителями компании лесопромышленного комплекса «Амурский берег», «Стройвосток», «Хабаровский завод профильного бруса», «Тумнинский прииск» губернатор обсудил перспективы их участия в программе деревянного домостроения, разработка которого начата в регионе. Так, производство готовых домокомплектов – одно из направлений работы «Амурский берег». Мощность производственной линии позволяет строить более 18 тысяч квадратных метров жилого и нежилого фонда в год. ООО «Стройвосток» планирует реализацию проекта по строительству домов из кленового бруса. Предприятие осуществляет монтаж и накладку двух линий на производственной площадке в поселке Хор, район имени Лозо. Одна линия по производству кленового бруса, другая по производству домокомплектов высокой заводской готовности. «Хабаровский завод профилированного бруса» выпускает профилированный брус естественной влажности. Из него предприятие строит дома, бани и беседки. Имеющие мощности позволяют строить до 1,8 тысяч квадратных объектов. ООО «Тумнинский прииск» строит лесоперерабатывающий центр в районе имени Лозо для производства продукции высокой добавленной стоимости. Введены в эксплуатации мощности по выпуску пиломатериалов лучевого шпона, фанеры, топливных гранул, сушильных комплекс, на создание которого получен займ в размере 20 миллионов рублей в фонде развития промышленности Хабаровского края. Предприятие также готово зайти на рынок деревянного домостроения со своей продукцией. Предложения компании будут рассмотрены при формировании краевой программы развития деревянного домостроения. Губернатор Дмитрий Демешин также отметил, что необходимо развивать спрос на продукцию, выпускаемый на предприятия лесопромышленного комплекса на внутреннем рынке края. Далее о текущем состоянии дел и проблемах в отрасли рассказали руководители предприятия горнодобывающей промышленности ООО «Голд», Хабаровский филиал «Полиметалл» и «Камень-ДВ». Так, сдерживающий фактор для реализации проекта по разведке и добыче полезных ископаемых – это ограничения, связанных с запретом рубок в резервных лесах и особо защитных участках леса. В частности, с этим столкнулось предприятие «Голд» при развитии одного из своих проектов. По словам главы края, проработка этого вопроса с федеральными властями ведется. Одна из основных проблем, на которые обратил внимание представители компании «Полиметалл» – это дефицит кадров горнодобычи и металлургии. Ощущается нехватка как профильных для отрасли специалистов, так и рабочих кадров с компетенциями, востребовательным во всех сферах – это бульдозеристов, водителей, электриков и других. По убеждению главы региона, в этом вопросе целесообразно, ориентироваться на использование трудового потенциала преимущественно жителей края. Дмитрий Демешин подчеркнул, что предприятию необходимо активнее участвовать в разработке и реализации совместных с краевыми профессиональными образовательными учреждениями программ по подготовке специалистов. «Благодарю за преданность своим делам, потому что это не только ваше дело, это развитие экономики нашей страны. И любое должностное лицо в органах власти должно в силу своей компетенции иметь поддерживать каждого из вас. Именно на это я нацеливаю и глав муниципальных образований, и состав правительства. И хочу, чтобы вы понимали, что чиновники – это инструмент поддержки бизнеса. Да, где-то там сдерживается инструмент для того, чтобы это было в правовом поле. При этом при всем, первый и ключевой – это поддержки. Для этого здесь и собрались, чтобы услышать ваши проблемы, не просто проникнуться ими, но и продвигать их в практику применения». Такими словами завершил Дмитрий Демешин свой диалог с руководителями предприятий.